Сегодня больничная касса начнёт задним числом выплачивать компенсацию за первые три дня тем пациентам, у которых больничный был открыт с 13 марта, то есть со дня объявления чрезвычайного положения в Эстонии. У нас в гостях специалист по связям с общественностью больничной кассы Маргарита Купченкова. Доброе утро. Доброе утро. Уже есть цифры, сколько у нас всего насчитывается таких людей, которым положена эта компенсация за первые три дня болезни? Нет, у нас ещё нет такой цифры, но могу сказать, что все, кто брал больничный или находится на больничном, начиная с 13 марта, то есть могут рассчитывать на первые три дня, что будет оплачено. Но это именно у кого был открыт больничный 13 марта, то есть если, например, был больничный открыт за день до объявления чрезвычайного положения, то есть 12 числа, то человек не получит ничего ни за три дня, ни за два дня, которые приходятся уже на начало чрезвычайного положения, то есть 13 и 14 марта. Да, именно так. Начиная с 13 числа. Почему вообще было принято такое решение? Ну, государство решило поддержать людей, то есть если человек заболел, чтобы он не выходил ни на работу, никуда, зная, что первые три дня тоже будет оплачено. Ну, такого рода поддержка. Но вы сказали, что никаких конкретных цифр пока нет, и тем не менее, какие-то прогнозы больничная касса делала, в конце концов, надо как-то рассчитывать свой бюджет? Да, мы смотрели статистику и сравнивали за последних три года, и, скажем, в марте, в этом марте было открыто всего больничных где-то около 48 тысяч, да, там чуть больше, а в прошлом году 42 тысячи. Ну, вот, например, в апреле у нас открыто было 114 тысяч больничных, а годом ранее 40 тысяч, то есть, ну, разница большая, то есть сейчас намного больше открыто было. Интересно, получается, что это действительно связано, может быть, отчасти и с тем решением, которое было принято больничной кассой, что будут возмещать первые три дня? Ведь очень часто люди не открывают больничные, именно потому что боятся потерять в деньгах. Ну, возможно, то есть в любом случае будет проверяться диагноз людей, да, что было открыто, какие лекарства были выписаны людям. Ну, и все-таки и грипп был сейчас, и вирус тоже, то есть много причин, почему открывался больничный. А известно, на какой срок в основном открываются больничные? То есть они же тоже по продолжительности разные бывают. В общем-то, если это легкая простуда, то она за несколько дней проходит. Да, конечно, поэтому у нас и возникла проблема с выплатами, так как многие люди, видимо, или открывали больничный, который был менее восьми дней, да, то есть больничная касса начинает выплачивать с девятого дня, и 24-го мы начали первые вот выплаты делать. И узнали, что около 500 человек имели неправильные данные в регистре, а около 2000 вообще не имели никаких данных в регистре. О каких данных мы говорим? Мы говорим о банковском счете, например, контактные данные человека, имейл-адрес, номер телефона. Больничная касса, насколько я понимаю, берет эти данные с портала государственных услуг Да, именно так. То есть получается, что человеку нужно позаботиться о том, чтобы именно там были правильные данные указаны, в том числе и номер банковского счета, и какие-то контактные данные. Да, наша просьба к людям, чтобы они зашли на государственный портал, обновили свои данные, как банковский счет, так и номер телефона, и имейл-адрес. Желательно его перенаправить на свой личный адрес, тогда будет возможность с ними связаться быстрее. Я понимаю, что в 2020 году этот вопрос звучит несколько странно, но тем не менее, такие люди есть. И что делать людям, которые не дружат с компьютером и не очень понимают, как это зайти на портал ИСТИИИ, и что там делать со своими данными? У них есть какие-то альтернативные способы? Да, есть. И, например, скажем, если люди не могут на портал зайти, но они могут на нашем сайте зайти, там есть бланкет, то есть его заполнить, дигитально отправить нам, или просто по обычной почте отправить в больничную кассу свои данные, также написать заявление. Всегда можно позвонить на инфотелефон, там проконсультируют людей, что делать. А давайте тогда про инфотелефоны расскажем, на какой номер звонить людям. Я сказала, сейчас так, наверное, его не назову, он 6-6. Ну, на сайте больничной кассы можно посмотреть, да? То есть, в общем-то, там предоставят всю информацию, и можно даже по обычной почте это сделать. Да, на обычной почте Ластакота 48 отправить, как раньше отправляли почту, да, то есть можно отправить также заявление. Но это не очень распространенная проблема, или все-таки многие люди столкнулись с этим? Ну, мы видим, что для нас это, в принципе, была проблема, потому что мы не смогли сделать выплаты, нам начались звонки, что мы не получили наши деньги, в чем проблема, а у людей просто не обновлены свои же данные. Но деньги эти никуда не пропадут? Или если у человека вдруг на момент выплаты были указаны данные неправильно, то все, поезд ушел? Нет, нет, вы можете обновить свои данные, не надо об этом сообщать, то есть в течение нескольких рабочих дней выплаты будут заново сделаны. Как вообще больничная касса работает в условиях чрезвычайного положения нынче? Все ли у вас сотрудники ходят на работу, или предпочитают домашний офис? Мы все на домашнем офисе. То есть у нас все собрания, все у нас происходит виртуально, скажем так. Но работа вся продолжается в прежнем объеме, или пришлось где-то что-то переделывать, что-то где-то сокращать, что-то невозможно делать. Нет, у нас как-то так получилось, что все возможно. У нас и до этого многие рабочие работали отдаленно, кто за городом, живет подальше от Таллина. То есть, ну, справились, скажем так. Ну и давайте еще раз в таком случае напомним людям, те, кто претендует на вот ту самую компенсацию за первые три дня болезни. Значит, заходим на сайт и проверяем там свои данные. Если вдруг вы не знаете, как это сделать, то можно обратиться напрямую в больничную кассу. Ну, опять же, лучше всего на сайте найти номер инфотелефона. Можно и по обычной почте с вами связаться. Главное, чтобы контактные данные и номер банковского счета был верный. Ну, а деньги в любом случае никуда не пропадут. Если вам их еще не выплатили, а должны были, то это будет заплачено задним числом. Я все верно пересказал? Именно так, да. Ну что ж, я надеюсь, в таком случае наши зрители получили исчерпывающую информацию. У нас в гостях была Маргарита Купченкова, специалист по связям с общественностью больничной кассы. Спасибо.